И всем привет ребят, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня у нас будет наконец-таки долгожданный тест того самого Гаусса, который мне выпал из последних ультраконтейнеров, это Гаусс на пробитие и разыгрывать его будем сегодня в комбинации с Харьком, с дроном Бустер, посмотрим на что способен данный Гаусс, да и в целом данное вооружение в матчмейкинге. И по режимам я думаю, что точно 100% надо сыграть осаду, ну а второй режим, наверное, более логично будет попробовать сыграть в контроле точек, посмотрим что из этого получится, если вам нравятся игровые видосы, если вы хотите их видеть чаще, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, ну а я надеюсь на то, что сейчас у меня дропнет какая-то неплохая карта. К слову, магистраль является такой и сейчас главное просто стараться играть на накидочку, у меня есть эффект пробития любого оппонента, плюс ко всему прочему у меня есть пробитие за счет овердрайва Харька. То есть у меня, грубо говоря, двойное пробитие имеется и посмотрим, как это двойное пробитие будет себя показывать в матчмейкинге. К слову, у меня на корпус нет сейчас никакого адекватного хорошего устройства, если оно понадобится, то я думаю, что можно будет переодеться. Ваншоты вылетают очень часто со сводки, соответственно, моментами даже особо нет смысла от самого пробития, да, то есть за счет того, что вы ваншотите оппонента, но я думаю, что будут и те моменты, когда, например, противник прожмет купол, я одной сводкой дам то самое пробитие и потом уже можно будет спокойно добить, либо мои тиммейты смогут добить. То есть это как вспомогающее устройство работает, так и устройство, которое вам самим даст возможность уничтожить своего оппонента. Поэтому работает максимально круто и эффективно и вот даже так, просто под сводочку, даже на 0 хп прожимая овердрайв, можно хороший урон нанести по оппоненту и оставить по сути себе весь процент овердрайва, который у вас был, да, и, например, вот в такой ситуации прожать опять же овердрайв и опять же хороший дэмэдж внести, да, и для этого по сути вам то самое устройство на пробитие и не надо, да, то есть, ну если бы, например, не было бы у меня сейчас овера и два танка бы стояли бы в упоре, я бы должен был бы дать сначала одну сводку, чтобы нанести пробитие, а потом уже вторую сводочку, чтобы их уничтожить. А так, за счет харька можно это дело немножечко себе упростить и за счет одной сводки сразу уничтожать два оппонента. Перезарядка какая-то очень долгая, если честно, походу что-то здесь с Гауссом изменили, потому что раньше мне казалось, что сводка была побыстрее, возможно, я ошибаюсь, но как-то вот так по ощущениям мне кажется, что сводочка была получше, помощнее, пободрее. Две с половиной минуты прошло, 13 киллов, очень неплохой результат, как старт данного боя, ну и пока не особо много титанов кучкуется, да, то есть побольше бы титанов было бы, было бы вообще круто, и они бы еще бы куполишки бы свои жали, но пока таких ситуаций довольно-таки мало. Ну вот, например, сейчас было бы неплохо дать вот такую пичку, здесь же там пробитие нанеслось и по тем танкам, которые вдали, не, по ним не нанеслось, но вот сейчас можно пробитие дать, хорошо, и теперь на... а, я хотел нааккуратниче добить, но мои тиммейты хотя бы нанесли урон, не добили, конечно, но дэмэдж нанесли, поэтому неплохо. Еще больше половины боя у нас уже хорошее количество очков имеется. За счет того, что произошло, к слову, обновление с дронами, очень часто ваншоты теперь на гауссе вылетают, это очень круто. Для меня, конечно. Для противников, конечно, наверное, не очень приятно. Для меня супер. То, что вот так вот сводочку даешь, и хороший дэмэдж вылетает. Ну, кто-то пробитие нанес, можно добить. А, это же я. Я же сам и нанес это пробитие. Я же давал сводку 1700. Да, можно сразу после сводочки стараться либо дэмэджем добивать по одной тычке, либо же попытаться сделать еще одну, например, сводочку и унести оппонента. Неплохая тема. Рабочая. Можно так и так реализовывать, как вам больше нравится. Так, у нас две точки есть, 3 минуты до конца, 20 киллов, неплохой результат. Было бы побольше куполов, было бы еще лучше. Пока их не особо много, вот там Титан стоит в куполе. Но он уже, к слову, и пропадает. Они еще и сводку здесь... Ой, сводку, говорю. Панто-ровер прожимает, стопит. Было бы неплохо сейчас точку подхватить. Противник ее не забрал. Потому что если сейчас заберут, будет не очень хорошо. Мы пытаемся дать сводку. Там еще Хоппер держал точку, блин, я не заметил. Мне казалось, что только Титан держит. Взял, еще Хоппер держит. Ладно, пока не совсем круто, что 2-1. Пробуем дать сводочку. Но есть какие-то изменения по Гауссу. По ощущениям я просто давно на нем не играл. Кажется, как будто пушка начала подольше сводиться. Я раньше этого не замечал. Но все равно по киллам очень неплохо идет. Очень неплохо. Не сказать, что я максимально показываю Гаусс с пробитием в действии. Из-за того, что не так много полишек стоит. И очень часто ваншоты залетают. Но, в общем и целом, тоже неплохая тема. Что все у нас работает. Ваншот это всегда как бы успех. Но только ты мог этот ваншот давать и с другим устройством. Например, с адреналином. А не с пробитием, которое тебе дополнительно никакой возможности не дает. Но бывает момент, когда и можно дать пробитие и унести танк. Ну а так вообще с бустером. Бустер, хорек, гаусс. Шикарная комбинация. Мне очень нравится. Очень нравится. Очень хорошо работает. И можно даже, наверное, пробовать гаусс не с пробитием, а гаусс, например, с отключением расходки. То есть это вообще двойное комбо. Вы, получается, харьком даете пробитие. Дополнительный крит. И еще отключаете расходку. Вообще комбинация суперская. Но зато вы никак не сможете, например, бороться против купола титана. Да, здесь же у вас есть возможность спокойно купол титанчика пробить. Ну, вернее, как бы с харьком можете чисто в теории, да. Но харька овердрайв не такой частый. То есть здесь гауссом сводочку быструю дали и пробитие нанеслось. То есть как бы в плане эффективности это работает намного лучше. Но здесь как бы у вас и у пушки, и у корпуса один и тот же эффект. То есть если у вас будет два разных эффекта, моментами это может очень неплохо ролять. Хорош. Хорош. 31 килл. Очень неплохой результат для такого сочетания. При том, что я на нем очень-очень давно не играл. Мне понравилось. Честно, вот по этой катке могу сказать, что очень даже неплохо себя показало, да. Как, например, ну если сравнить с тем же, с тем же, например, викинга молотом, да. То есть примерно результат такой же вы и получите на том вооружении. Только там очень большое количество киллов зависит от вашего овердрайва и как вы его будете грамотно реализовывать. То есть если тайминги печально у вас пойдут, то киллы будет намного тяжелее давать. Ну и плюс если куполы титанов будет тоже будет намного тяжелее, например, в осаде. Здесь же с Хори Гауссом, еще и с пробитием у вас возможность набивать киллы на постоянной основе имеется. Здесь вы имеете два дополнительных плюса и у вас, ну, двойное пробитие по сути есть. Это очень эффективно и круто работает. Мне нравится. И если честно, я очень долгий период времени хотел безумно это устройство на Гаусс. Мне до этого вообще не падало ни одного устройства на пробитие. У меня их не было до того, как в челленджах появилось. И я думал, ну вот если бы у меня Гаусс был, было бы круто. Сейчас мне он упал. Я на нем, честно говоря, особо не катал в связи с тем, что есть другие имбы жесткие. Но в плане видеоролика, в плане вообще для тех ребят, которые прям являются жесткими фанатами Гаусса, я считаю, что это очень хорошее устройство. И вот именно в этой комбинации его можно грамотно и качественно реализовать. Поэтому, если вам это интересно, пробуйте. Я думаю, что получится давать примерно такое же большое количество киллов без особых проблем. Ну и к слову, Исочек очень неплохая карта. Титаны против есть. Будем пытаться сейчас все дело реализовывать. Пока два Гаусса, которые я дал повышенные, два были с критическим... Ой, с критическим, говорю, с ваншотом. Ну и тут добавку обычным Гауссом уже добил. Неплохо. Неплохо. Пробуем выигрывать. Это в первую очередь всегда нам нужно. Главное, ставочка идет на победу. Но потом уже на все остальное. Поэтому пробуем выигрывать. Не совсем грамотно. Я сейчас подобрал ДДшку. Ну ладно. Пробуем добирать. Рикошет меня, конечно, с плазмофакелом очень жестко принимает в таких моментиках. Противнику в пять. Чтобы было бы неплохо нам контролить три точки. Когда противника в пять. Здесь я контр-ровердрайв прожал. Не совсем было грамотно. Можно было его сделать... Можно было его прожать, но надо было прожать его чуть попозже. У меня бы и процент не так сильно слетел бы. Пробитие было бы подольше. Может кто-нибудь бы зацепил бы его. Здесь я не надеялся, что успею досвести. Если честно. Хорошо. Накидочку одну добавляю. Второй добиваю. Шикарно. Плюс еще два килечка. Попробуем на центр сводочку оформить. По диктатору неплохо стоит. 1700. Пробитие нанесили. Теперь добавку. 1400. Шикарно. Доработал. Теперь можно по Рику свестись, если его не убит. Хорошо. Сразу ваншот. По титану сводку. Оформим. Профессиональную. Хорошую. Есть. Купол ставит. Но купол не помогает. Вот вам. Самый главный плюс этого... Этой комбинации. То, что... Любой титан... Страдает. Любой. Просто любой титан страдает. За счет того, что вы даете пробитие. Но таких ситуаций, как правило, не так много. Но в осаде их намного больше. Да. Определенно. А в других режимах... Не так. Не такое большое количество. Поэтому в других режимах спорно. На постоянной основе использовать данное устройство. Я бы, например, отдал бы больше предпочтения, например, тому же отключению расходки. Да. Если оно у вас есть. На гауссе. Ну. Если вы его прям любите, используете часто. Поэтому здесь можно комбинировать устройство. Но... Что касаемо осады. Я думаю... На 100% можно брать. Ну и вот так. Просто сводочку даете. Спрятались. Хоп. Добавку добавили. Уже по пробитому танку. Очень круто. Мне нравится. Мне нравится, что получается. Мне нравится, когда я не даю сводку, которую должен был давать. Тоже своего рода провальчик. Небольшой. Так. Крит. Первый урон. Я спью. Сводку дать. С критом. А. Сводка с критом не работает? А. Понял. Это не есть. Хорошо. Я думал с критом. Сводка тоже работает. Она не работает, получается. Или я не успел ее дать? Вроде успевал. Вроде успевал. Если шарите, напишите по этому поводу в комментариях. А работает сводка? С критом? Или не работает? Если работает, значит я просто ботяра. Который не успел. Дать. Да, можно даже на харьке, по сути, утяжеление использовать. Если вы, как я, играете с никаким устройством. У вас есть пробитие. Вы можете спокойно пробитие ее взять. Вам не будет траекторию сбивать. Где-то будете сводки всегда успевать давать. По оппоненту. То есть я бы сейчас, например, пробитие мог бы спокойно использовать. А так использую защиту от поджога. Потому что не менял ее. С таковышечки. Пробуем давать сводку. У меня пока нет зоны прострела. По диктатору очень шикарно сводится. Диктатор прям шикарно. Входит в обстрелянную зону. На таких картах. Вот так вот шикарно становится. Оп. Добавку сразу. Шикарную добавляете. Можно было по щекам и стернуть. Иногда можно даже не сводиться. Вот например был там момент. У меня хп не так много. И я принял решение, что я могу просто двумя выстрелами с бустером уничтожить оппонента. Нежели я буду давать сводку. И он меня может слить. Лучше заныкаться и на верочку. С двумя тычками уничтожить противничка. Здесь очень много разных разыгромок есть. С которыми вы можете реализовать свое вооружение. И этим и прекрасен данный порегаус. Только я вот не понял, почему сводку я дал, а урон не прошел. Это крутая конечно фичка. Фичка у игры. Даешь сводку. А она без урона. Прикольно. 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 Так, но здесь по телам конечно не так жестко, как у меня было на осадочке. Двадцатка всего лишь. Не знаю с чем это связано. Скорее всего с тем, что я нублок. Который плохо играет. И к слову я забыл сказать о том, что это устройство пофиксили. То есть у него был баг. То, что он не наносил урон со сводки сплэшем. Сейчас его наконец-то пофиксили. Теперь оно адекватно, профессионально работает. Этим, конечно же, мне оно и нравится. То есть, ну без сводки, если здесь давать например сводку и она будет не со сплэш уроном. Ну такое, если такое. Я бы не сказал, что прикольно. А так, хороший урон. Он по трем танкам сразу можно наносить. Да, то есть, ну очень. Очень круто. Очень круто, что можно вот так реализовывать. Двадцать семь секунд до конца. Был бы неплохо выиграть бой. Для того, чтобы выиграть, надо, чтобы центральную точку не отдал противник. Вернее, игроки наши противнику не отдали. Если придержат. Может выиграем. Может выиграем. А может и нет. Нет, походу не выиграем. О, нет, здесь восемь. Выиграли. Серьезно? Офигеть. А я думал, не выиграем. Получается, выиграли. Нормально. Еще и победочкой. Такую каточку завершить. Ну, может быть лучше. Шикарно. Шикарно, шикарно. Как-то так, друзья. Как-то так. Двадцать семь киллов по итогу я еще успел дать. Двадцать семь и тридцать. Два вроде, если не ошибаюсь, было. В сумме за два боя шестьдесят киллов. Очень неплохой результат для такого вооружения. Поэтому... Если у вас есть что-то подобное. Есть гаусс пробитие. Вот вам один из вариантов реализации. И я для себя понимаю, что... Не зря я хотел это устройство, да, в свое время. Пока не было, например, того же молота. Жесткого очень для матчмейкинга. Вот с таким гауссом можно очень круто и эффективно использовать. При том, что харька тоже апнули. Харечка теперь очень себя неплохо показывает. Вот такой вот хоригаусик интересный по итогу получается. Поэтому, если вам понравился видеоролик. Если вы хотите, чтобы игровые видосы выходили чаще. Обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком. Подписываться на канал, если еще не подписаны. Ну и нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.